Татьяна Кудрявцева И сегодня вам покажу и расскажу, как из старого, обшарпанного буфета 30-х годов можно сделать вот такое произведение искусства. Для того, чтобы показать все этапы работы, я оставила несколько необработанных участков. Для того, чтобы снять старую краску, нам потребуется строительный фен. Им мы будем разогревать краску. Под высокой температурой она начнет плавиться и пузыриться. И шпателем мы просто ее снимем. Разогревать лучше небольшие участки работать. Вот так вот она легко у нас снимается. Вот так легко и достаточно быстро мы сможем снять старую краску. Таким образом мы обработали обе поверхности и начинаем декорировать наш буфет кракелюром. Для того, чтобы у нас получились вот такие золотые трещинки, мы должны покрыть нашу поверхность золотой акриловой краской. Акриловая краска не требует грунта, поэтому мы сразу ее наносим на обработанную поверхность. Если у вас краска будет просвечивать, не старайтесь ее накладывать сразу толстым слоем. Можно пройтись повторно. Чем мне нравится акриловая краска? Она разводится водой, нетоксична, быстро высыхает. То есть вы можете ей работать и в домашних условиях. Не обязательно покрывать, как я, кистью, чтобы быстрее можно покрыть валиком. Ну вот мы покрыли нашу поверхность. Теперь мы дадим время ей просохнуть и будем покрывать кракелюрным лаком. После того, как наша краска просохла, мы наносим второй слой. Слой кракелюрного лака. Кракелюрный лак нужен для того, чтобы создать такие трещины. Он вступает в реакцию с краской с акриловой. Разрывает ее. И у нас получается вот такой замечательный декоративный эффект. Учтите, что от толщины слоя лака будет зависеть величина наших трещин. Чем толще слой лака, тем крупнее получатся трещинки. Еще учитывайте, что от того гладкая у нас или неровная поверхность тоже зависит величина трещин. Если у нас поверхность будет шершавая, лак будет впитываться, и трещинки тоже получатся не очень ровные и не крупные. Цвет трещин у нас не обязательно может быть золотым. То есть мы можем использовать любые матовые краски, только учитывая, что они должны быть контрастными относительно фона. Или металлики. Я часто использую металлики, потому что трещины получаются сияющие, более яркие, интересные. Все, мы покрыли. Проверьте еще раз, чтобы не было пропусков. И дайте поверхности покрытой просохнуть. Кракелюрный лак высох. Сейчас мы будем покрывать краской цветом основного фона. При нанесении краски мы должны учитывать, что при высыхании краска вступает моментально в реакцию. С кракелюрным лаком. И по второму разу мы не можем проводить по одному и тому же месту. Надо обязательно учитывать. Вот видите, при высыхании начинают образовываться трещины. Мы использовали с вами одношаговый кракелюр. Кроме одношагового существует еще и двушаговый кракелюр. У них немножко другой принцип работы. Они наносятся уже на готовую работу с росписью или просто на фон. А трещины потом, чтобы проявиться, они просто затираются патиной. По вашему желанию, цвет краски может быть любой. Главное, чтобы они были контрастными. Вот видите, здесь я провела второй раз и как бы сняла краску, потому что она уже вступила в реакцию. То есть, если мы будем проводить по второму разу, у нас будет не очень хорошая поверхность. То есть, вот такие будут пятнышки оставаться. Эта техника достаточно простая, но я все равно рекомендую вам сначала потренироваться на какой-нибудь более маленькой поверхности, поэкспериментировать с различными кракелюрными лаками и акриловыми красками. Потому что краски акриловые разных фирм-производителей ведут себя по-разному. Еще чуть не забыла вас предупредить. По верху, то есть, второй слой на кракелюр мы не можем наносить ни металлики, ни перламутровые оттенки, потому что они у вас не будут ровно ложиться и не будут трескаться. Мы используем только матовые краски. Еще у нас от толщины красочного слоя, вот верхнего, тоже зависит величина от трещин. Поэтому я не рекомендую вам сильно экономить краску. Еще одна важная деталь. От направления мазков зависит направление трещин. То есть, лучше накладывать краску в одном направлении. Еще, если вы хотите создать эффект яичной скорлупы, то вы можете нанести верхний слой губкой, но не стоит наносить валиком. Валиком трещина не получится, потому что вы просто будете снимать красочку, которая вступила уже в реакцию с кракелюром. Обратите внимание, здесь я нанесла на этом участке два слоя кракелюрного лака, поэтому трещины получились все-таки большими. Работу с кракелюром мы закончили. Покрыли стенку, сейчас мы с вами будем делать роспись. Еще хочу обратить ваше внимание, что вы можете в этой технике декорировать не только мебель. Это могут быть двери, окна. Если вы будете использовать акрил для наружных работ, вы можете покрыть веранду на даче, колодец, все, что придумаете. Да, чуть не забыла. Мы можем наше изделие покрыть лаком. Лак придаст стойкость от влаги, от любых атмосферных воздействий. Лаки мы можем использовать любые мебельные. Это может быть как матовый лак, так и шелковисто-матовый, глянцевый. На ваше усмотрение. В данном случае я бы покрыла все-таки шелковисто-матовым, потому что глянец немножко будет резать глаза. Тем более у нас такой эффект старины. Мы пытались придать, состарить изделие, придать эффект старины. Поэтому лучше покрыть шелковисто-матовым или сатиновым лаком. Кроме этого, мы можем использовать патину. Это специальный состав, который создаст эффект затертости. Он наносится обычно просто на тряпочку, наливается состав и по выпуклым местам проводим. Остатки снимаем сухой тряпкой. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!